Здравствуйте, девочки! С вами снова Наташа из Беларуси. Я безумно рада видеть вас на своем канале. Девчонки, спасибо огромное, что вы оценили мой первый влог, и поэтому я незамедлительно начинаю снимать для вас второй влог. Во-первых, многие из вас частенько спрашивают у меня по поводу моего окрашивания волос. У меня уже так достаточно прилично отрос корень, и мне пора ехать на окрашивание, поэтому я возьму вас сейчас с собой, покажу, чем меня красят и в какой технике меня красят, как добиться вот такого достаточно равномерного и красивого милирования. Дальше мы поедем с вами на наращивание волос. Я этой зимой, кто давно со мной на моем канале, прекрасно знает, что я за один месяц примерно вышла сначала в русый, потом я стала темно-шоколадной, и с темно-шоколадной я обратно вернулась в блонд, что незамедлительно просто напрочь в хлам убило мои волосы. Отрастить их сейчас просто не предоставляется возможным. Ну, то есть они были перепалены до той степени, что они просто сейчас вот эти вот спальные волосы постепенно отсекаются, отваливаются и отваливаются. Ничего другого выхода, кроме наращивания. Мне очень хочется длинных волос, особенно на весну. Я не вижу выхода. Также я хотела, кстати, в этом влоге вам рассказать, ответить, вернее, своим диванным критикам насчет того, что ай-яй-яй, как это так, ходить к косметологу домой. Во-первых, я вам этого косметолога не советовала. Во-вторых, я не спрашивала у вас этого совета. В-третьих, я не призывала никого ходить к косметологам на дом. И вообще я как бы тоже, в принципе, не приветствую того, чтобы ходить к косметологам на дом. Но для того, чтобы выдавать какие-то комментарии, нужно как минимум узнать обстоятельства. Во-вторых, девочки, это глобально, да, А и Б. Девочки, кто у меня просил номер телефона этого косметолога? Девчонки, я вам дать номер косметолога этого не могу. Почему? По одной простой причине. Дело в том, что косметолог работает в городе Санкт-Петербурге в Большом медицинском центре. И она сюда приезжает в гости к своим родителям. Здесь она не работает и клиентов не принимает. Именно по этой причине, мои диванные критики, у косметолога нет кушетки. Она принимает тут только свою подругу, которая является моей подругой. По совместительству я очень давно напрашивалась к этому косметологу. И она наконец-то согласилась меня принять. Звезды сошлись и она меня взяла. Поэтому она здесь не работает и номер телефона я никому дать не могу. Возможно, если вы кто-то из Санкт-Петербурга, то да, может быть. Но здесь она не работает. Она сюда приезжает отдыхать и приезжает она сюда только в гости. Далее, девчонки, я давно должна была разыграть с вами конкурс по поводу ноу-мейкап коробочки красоты японской. Ноу-мейкап, ноу-лайф. Поэтому сейчас с помощью модератора Лиза Он Эйр мы выберем победителя. Я поздравляю победительницу. Девушка, обязательно свяжитесь со мной через личку. Все мои контакты внизу. Напишите мне свой адрес и подтвердите свою личность. Напишите мне свой адрес, а я уже отдам японскому сервису ноу-мейкап, ноу-лайф, ваш адрес, и вам незамедлительно вышлют эту коробочку. Будете наслаждаться. Можете видеть, что мои конкурсы честные. И обязательно участвуйте в них. Возможно, в следующем конкурсе окажутся победительницей именно вы. В общем, девчонки, так же, я же только что сижу около почты, мне пришла посылочка. Девчонки, посылка мне пришла. Сейчас я ее открою. Посылка мне пришла. Так, посылка пришла мне с вот такое вот так вот название. Organic Box. Это сайт, так и называется. Organicbox.ru Магазин натуральной и органической косметики. Сейчас мы с вами раскроем, посмотрим, что мне здесь пришло. Все так хорошо упаковано. Только пакетиков. Пленочка с пупырочкой. И пленочка у нас тут все запаковано. Сейчас я очень хочу посмотреть, что же мне там пришло такое на обзоры. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Девочки докопать. Так, девчонки, у меня пришла. Это корейская Energy Yellow Citrus Honey. Я так понимаю, что это Sparkle Mask, что это маска с цитрусом и медом. Сейчас я посмотрю, как она выглядит. А вот у меня здесь даже есть чое. Знаете, вот наши люди не могут все просто так. Нам надо обязательно изобрести велосипед. Сплэш маска для лица. Сияние. Энергия, цитрус и мед. Жидкая маска одновременно является пилингом и тоником. Так, сейчас я покажу, посмотрю сама, как она выглядит. Ой, смотрите, какая интересная. Она прям вот как тоник. Вы знаете, как эссенция такая. Сейчас я понюхаю ее. Очень хорошо закрыта. Так, она закрыта. И запечатанная. Ммм, слушайте, ну запах даже через запечатанную. Запах, знаете, какого-то... Мне что-то очень напоминает, что-то очень знакомое. Знаете, какой-то чай травяной такой. Запах очень насыщенный. Я думаю, что запах будет явно выраженный. Я обязательно буду пользоваться. Потом расскажу вам о качестве этого средства. Ну, а сейчас давайте мы с вами поедем. И приступим к моему окрашиванию. Приступим, да, чтобы вы посмотрели то, что давно спрашивали. Также... Ой, девчонки, я же вам все фотоотчет по поводу моего огородика на балконе. У меня... Я вам показывала в большом контейнере, что я там посеяла зелень. Так вот, у меня так круто взошел базилик, укроп и салат. У меня очень взошел. Вообще таким лесом стоит. Единственное, что у меня еще пока не взошла петрушка. Но я думаю, что не за горами этот день. И буквально на днях взойдет и петрушка. Посмотрите. Так, вот здесь вот у меня укропчик. Уже он такой высокий взошел. Вот этот вот базилик. Посмотрите, как он взошел. В схожесть, мне кажется, наверное, 99%. И вот там вот у меня салат. Единственное, что у меня вот здесь вот не взошел петрушка, не взошла петрушка. Но я думаю, что это дело времени. Потому что семена мне дала моя соседка, тетя Катя. Это домашние семена. Наверное, они сходят чуть дольше. Все очень даже неплохо. Единственное, что, смотрите. Что-то у меня начинает загинаться мой редис. Он начинает как-то опадать. Я не знаю, что мне делать. Если кто-то знает, то подскажите мне, что это мне с ним сделать. Так, ну и все. Поехали. Давайте поедем на окрашивание. Поедем на наращивание. А то мы уже с вами опаздываем. Так, краситься мы будем вот такой вот осветляющей пудрой. Это Коралл Профессионал на 9% оксиде. Я уже, вот она под фольгой. И здесь самое главное уже, конечно же, работа мастера. Чем более часто и мелко будет набирать волосы мастер, тем более однородный и такой вот именно красивый цвет будет получаться. И опять же, все зависит время выдержки от того, какая температура в помещении и как долго вы наносили сам состав на волосы. Плюс мастер протягивает краситель, то есть осветляющую пудру. Если она видит, что есть немного вот темная, да, и она видит, что она может, она немного протягивает именно на, затрагивает нижние слои. Не затрагивает именно белые, а на темные протягивает, за счет чего, опять же, достигается такой плавный переход. Так, девчонки, в один день я, конечно же, все не успела, но покраситься я покрасилась. Это еще не затонированные волосы. То есть только один этап покрашивания, потому что сейчас мы поедем с вами на наращивание и затонируемся уже по всей длине волос, чтобы нарощенные волосы с моими слились и были максимально незаметными. Поехали! Так, ну что, мои дорогие, я уже с волосами. Тонироваться я, скорее всего, буду дома. И если вам интересно, какой краской я буду тонироваться и как я вообще тонируюсь дома в домашних условиях, на каком проценте, на каком оксиде, то я жду ваших комментариев внизу. Всем спасибо! Пока-пока!